коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня будем разбираться как торговать откаты на что обратить внимание в подходе к уровню в момент открытия сделки какие должны быть сформированы точки кода и что делать если цена не идет по предполагаемому направлению да то есть когда мы будем десантироваться из позиции начнем наверное уже по классике да по традиции со схемок разберемся значит откаты что вообще представляют собой откаты заходы на отскок то еще и говорят я рекомендую настоятельно торговать по тренду в основном бывают ситуации где можно забирать против шерсти тоже остановимся на этом моменте значит допустим у нас есть какое-то восходящее движение которое формировано с правильным откатом по структуре да то есть нас был излом откаты мы сделали при хай с обновлением предыдущего экстрема спустя время цена довольно часто выбивает тех кто сидит в позициях до попутчиков которые прячут свои стопики как правило за откатами всех научили прятаться за откатами в момент ложного пробоя до на возврате можно пробовать заходить не всегда ложный пробой сопряжен с комфортным стоп-лоссом например бывают длинный хвост ложного пробоя тогда расчетный стоп может оказаться выше хвоста и я такой сделки лучше отказаться либо для того чтобы сократить стоп можно дождаться выхода в предпробойную плоскость дождаться здесь на торговочке и заходить уже в пробой на торговке до по классике по гавера поларе выльямсу не ловим падающие кинжала ждем когда воткнется по вибрирует и далее уже заходить пробой при торговле по тренду по основному направлению мы локально будем заходить против до против падения для лангов и такие ситуации мы будем стремиться как правило тянуть на обновление экстрем то есть здесь будет всегда большой потенциал и как правило да запомните что если цена где-то после движения останавливается и во вторичном подходе к этому месту нет никаких факторов указывающих на возможные пробой то есть никаких ним торговок и поджать и ничего того да там отсутствие реакции на ложный пробой это все скорее всего говорит о дальнейшем продолжение и вот если этого ничего нет можно пробовать брать откат могу порекомендовать работать с чистыми уровнями то есть если у вас есть восходящее движение мы его уже однажды закололи отлетели и вот этот вторичный подход лучше не брать не трогать если у нас после касания либо ложного пробоя был перехай мы опять сюда будем лететь ориентируйтесь вот на этот изломчик на внешнюю точку работайте всегда с чистыми уровнями это вас убережет от попадания в такие кашеобразные движения особенно если здесь какие-то были проторговки либо здесь да такие вот за уровнем это хорошо да то есть можно ожидать что у нас удерживать все таки и мы от этого места отлетим значит что еще что еще то еще что еще различные различные накопления ренджи платы кто как называет да проторговки на торговке так далее диапазоны в общем выбираете широкий диапазон и если цену запирают на какой-то период времени в рамках каких-то двух ценовых отметок то можно работать внутрь диапазона то есть если мы подходим к границе и у нас здесь нет никакой проторговки и поджатие и так далее да то есть то что мы ждем на пробой то можно пробовать брать выход на ложный пробой и торговать внутрь диапазона до нижней границы обращайте внимание на диапазон на ширину этого торгового коридора можно так сказать дальше то как применяет чем больше тем лучше но если меньше да то есть весь этот диапазон меньше трех и то откажитесь от сделки если вы не можете здесь найти точку входа и поставить очень короткий стоп стоп лосс чтобы у вас вот это соотношение до нижней границы было там хотя бы 5 6 8 10 стопов то от сделки лучше отказаться потому что если вы заходите от самого уровня и вас до нижней границы там два с половиной то есть ваш тейк будет располагаться еще и дальше нижней границы то вероятность того что мы пройдем все и потом еще пойдем дальше она сильно снижается до бывают расширение в две стороны но мы не знаем да во первых насколько сильно нас выкинут за границу и дойдем ли мы до этой профита то есть от таких ситуаций лучше отказаться когда здесь диапазон там больше 5 6 то это отличная ситуация для того чтобы поторговать если здесь будет 10 рисков до ширина диапазона то даже там примерно до серединки там 40 процентов всего движения нам достаточно забирать для того чтобы обеспечить соотношение 3 к одному хотя бы значит различные ситуации когда мы говорим о торговле против шерсти например у нас очень сильно восходящее движение мы двигались 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 в какой-то момент остановились и ушли в глубокую коррекцию потом мы можем болтаться здесь сколь угодно долго чем больше тем лучше по времени с мы например там спустя три месяца подлетаем какому-то излому скорее всего этот излом с первого раза не пробить не будет то есть можно пробовать забирать на отскок важно понимать что если вы торгуете против основного движения то есть у нас тренд глобально лонговый мы просто здесь стояли копили на дальнейшее движение то вот это движение нам необходимо стремиться забрать лишь небольшой отскок то есть чуть-чуть куснули в понятное для себя ситуации и забыли до оставили эту ситуацию как отработанную либо не отработанные ставки вытащили на стоп-лосс вот вытаскиваем на стоп-лосс здесь интересные могут быть моменты да например мы получаем ложный пробой возврат и мы открыли сделку стопик поставили и цена вместо того чтобы потащить нас к нашему заветному так профиту не идет до начинает здесь на торговаться и это уже будет сформировать то что мы называем нет реакции на ложный пробой и тогда высока вероятность что инструмент пойдет дальше то есть на эти моменты тоже нужно обращать внимание если вы открыли позицию и у вас получилось закрыть в ноль в около 0 микро плюс микро минус неважно в общем вы не отдали полный полноценный стоп то можете предусмотреть например перья закол да то есть если цена уйдет и сделает ложный пробой здесь и опять вернется вот здесь лучше будет попробовать перезайти в позицию такие вот двойные манипуляции тоже вполне себе частое явление особенно на форекс и и на крипте сейчас тоже такого стало очень много например да вот на уровне навешивают ярлыки вот там у нас поддержка вот мы где-то там стояли потом отсюда ушли спустя время цена падает на поддержку да так называемая то есть все начинают покупать все же знают что нужно брать отскок понаставили здесь лимиток сделали ложный пробой высадили все эти лимитки на стопы первый раз потом здесь начинают присоединяться новые участники такие как мы да мы ждем этот ложный пробой и затем и вторых участников посаживают на столкнут для того чтобы ориентироваться да если здесь там после ложного пробоя мы начинаем поджиматься обратно к уровню то сделку нужно закрывать срочно потому что высока вероятность перезакола сколько раз вы слышали да и в чатах пишут и видео различные вот сделали там движение меня выбило а потом пошло без меня то есть вот дождитесь вот этого меня выбило и затем уже заходите в сделку можно опять-таки рассмотреть вход от уровня можно после перезакола рассмотреть консервативный заход там рядышком с уровнем или уже там началось движение где-то в продолжение посмотреть то есть любом случае торгуя по тренду опять-таки да мы будем ориентироваться на предыдущий излом и потенциал хода как правило большой разберем сегодняшние сделки на примере эфира наверно какая тут интересно была ситуация вообще эфир люблю да как инструмент мне нравится как он ходит и в принципе дает довольно часто неплохие заходы значит разберем вот это отдельно взятое восходящее движение и вообще почему я здесь смотрел он был позицию несмотря на то что мы довольно сильно и глубоко падали корректировались к вот этому значит у нас вот минимума движение у нас есть излом есть коррекции мы этот излом пробили дали здесь на торговку продолжение поехали дальше потом у нас был так называемый ретест и мы уехали на перехай вот этот ретест этот хвост оставили на новостях значит я смотрю на него я смотрю на перебитой экстремум широкого движения и вот здесь вот у нас еще была на торговочка тоже пробитая без ретеста на возможным подбор значит она падает 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 я не трогаю пока летит особенно когда есть несколько мест для возможных заходов да то есть такое вот у нас полноценно было шартовое движение значит здесь небольшая тоже адаптация точки входа так вот покрупнее покажу у нас падение есть локальная остановка мы немножко скорректировались и сделали так называемый финальный до финальный импульс кульминации у нас тут по объемам огромное количество схлопнуто встречных ордеров поэтому получается такой всплеск вообще лет объема наложенный пробой это тоже так небольшой фактор который нам может подсказать о том что действительно произошла серия встречных сделок в одном конкретно взятом месте и здесь можно скажем так спрятать большой объем для того чтобы зайти в позицию то есть если кто-то хочет много купить в одном месте по выгодной для себя цене нужно ответить на вопрос кто ему продаст многое в одном месте вот те кто пытаются там дно поймать до их высаживают и затем уже происходит финальное движение значит здесь небольшая адаптация да у нас такая вот зеркальной плоскости сформировалась и мы дали поджатия к локальной плоскости в данном случае очень коротенький стоп 3 к 1 зафиксировал и вот просто оценить потенциал движения в случае если все-таки пойдет на туда вот на перехай в сторону 2 800 вот точки входа с коротким стопом потенциал хода там 28 29 к одному то есть план позиции закрыта если половинку выбит ничего страшного не произойдет да я пытаюсь по сути дела поймать тот самый падающий нож с небольшой оговоркой что жду когда дадут на торговку и если движение все-таки состоится то половина объема позиции это в любом случае сильно больше чем там среднесрочный круто заход с постановкой стопом но даже вот просто так визуально если здесь заходите стопик свой спрятать за вот эту всю на торговку то здесь топ там два процента потенциал хода до максимума 5 к одному здесь стопик там 0 4 процента всего лишь от волатильности потенциал хода 28 к дому то есть стоп там 5 с лишним раз меньше значит объем 5 с лишним раз больше половина позиции закрыта значит объем все равно остается в два с половиной раз больше нежели среднесрочная сделка даже если мы здесь там придем куда-нибудь там 2 600 например здесь все равно будет сильно интереснее повысить такие позиции давать еще один пример на спорте наверно покажу на ключах график немножко замыльный здесь две ситуации одна вот широкое движение а вторая ситуация пауза да у нас есть некий зон мы довольно много прошли довольно глубоко скорректировались и вот у нас такой широченный диапазон сформировался подлет к верхней границе да у нас не сопряжен с пробойными точками входа поэтому здесь нужны палки ретест и переходить то есть вот такая такое движение если есть то его до можно посидеть а так если инструмент не идет то нужно конечно же фиксировать в данном случае эфир там но к уровню там красивый на торговке не было на младших таймфреймах поэтому вывалился он издалека но сегодня он попал на радары на домашке потому что после вот этого коррекционного движения мы опять не можем обновить хай и поджата вот эта вот картинка сегодня да на утро у нас было из-за этого я отдавал предпочтение шартовым сделкам да то есть такое придется было шартово то есть конкретно здесь вот такая поджатая точка входа она была чуть по отдать да но все равно у нас огромный потенциал движения и можно пробовать забирать торгуя в диапазоне теперь вот та же самая картинка только сжатая до времени а так все то же самое у нас есть локальный излом кстати по поводу изломов кто будет торговать такие вот отскоки заколы отскоки тире заколы ориентируйтесь хотя бы на часа вик не смотрите им пятнадцатом 30 все что ниже часа века будете торговать шум шум не несет логики ложных пробоев до правильной логики она как бы можно но потенциал движения всегда будет очень и очень маленький отдавайте предпочтение той прямо постарше часа вик как минимум лучше аж 4 дневки недельные какие-то изломы то же самое быстрое движение у нас формируется ложные пробои нам дают поджатую картинку под уровнем да то есть у нас здесь будет лонговая плоскости здесь у нас будет шортовая плоскость нам шортовой плоскости дают поджатую картинку шорт после выходящего движения мы остановились скорректировались вот наш торговый диапазон мы работаем от верхней границы внутрь диапазона да не факт что нас дотащу до нижней границы потому что мы торгуем по сути дела против движения но это тоже можно забирать вполне себе неплохие сделки главное помните что если вот входа цена не идет по вашему сценарию всегда стремитесь минимизировать свои потери потому что экономия стоп-лосса на дистанции вы обнаружите что это вполне себе тоже профитно потому что когда вы видите уже что инструмент не идет еще хуже когда вы видите что инструмент начинает давать вам точку входа в противоположном направлении закройтесь не нужно надеяться что выживет да ну может вы же этого же а может не выживет зачем гадать проще зафиксировать позицию микро плюс микро минус около 0 да вот эти вот моменты и сэкономить где-то целый стоп где-то даже чуть-чуть куснуть от рынка и тем самым извлечь хоть какую-то выгоду так ну и кто досмотрел до конца сообщу наверно да не напомню сообщил что в начале ноября стартует новая группа у меня на живых созвонах поэтому кто хочет попрактиковаться поделать много-много домашек welcome первые числа ноября будем начинать ссылка на курс в описании под видео вот используйте стоп-лоссы всем профитов удачи пока пока вау